всем привет мои любимые подписчики прошло уже несколько дней с момента последнего видео начинаю снимать с открытия посылочки нашей долгожданной мы уже открыли спор заказывали на алиэкспресс вот такую швабру мою помощницу давай открывать пока что швабра с емкостью для воды и она без шнура просто швабра просто такая швабра автоматическая да просто распыляете воду моете пол то есть никакой привязки к электричеству нет здесь ждали мы ее ждали она где-то у нас потерялась дороге потом мы открыли спор и нежданно-негазанно курьер привез так сегодня у нас пятница какое число 18 февраля а швабра пришла очень вовремя потому что мама то есть я сломалась расскажу вам об этом попозже сейчас давайте проверим комплектацию потому что бывает что не все кладут значит вот такая обычная накладка она крепится на липучках вот сюда вот так ручка с таким курком курок когда хочется кого-нибудь убить а мне сейчас это очень хочется можно воспользоваться шваброй так и вторая часть швабры вот сюда наливается водичка и мойте пол получается не таскать за собой ведро воды но понятно что получается эту накладку все равно нужно споласкивать периодически но зато не нужно очень часто смочить комментариях что там немножко воды ну мы смотрели обзор на нее говорят хорошо она крутится во все недоступные места достает а нам как раз вчера отключили воду вечером произошла какая-то авария в городе где-то не было света у нас не было холодной воды потом ее включили где-то через час через два и до сих пор она течет грязная желтая ну такая видишь как будто с этим самым обычная ворсистая ну она колючая так ну и как эта история работает ну-ка покрути поверьте вау вау всем привет мои любимые подписчики не записывала видео два дня потому что я сломалась сломалась прямом смысле без переломов но пополам так скажу очень дело было так дело было в среду я утром начала наводить дома порядок сварила борщ думаю сейчас про пылесошу быстренько и пойду с кириллом гулять в общем пылесошу убираюсь и концу уже уборки понимаю что у меня заболела спина но мне такое бывает поясница мне отказывает иногда но ничего потом нормально и тут я понимаю что я не могу ступить ни шагу у меня дикая боль у поясница ближе к крестцу даже я бы сказала на правую ногу я не могу наступить у меня дикая боль то есть у меня защемило прямо нет я с криками со слезами сырьевом доползла до кровати ладно у меня муж был дома он собрался с кириллом быстренько побежал в аптеку купил мне диклофенак купила мне вот такие ампулы диклофенак здесь пять штук но максимум можно ставить вот пять штук пять дней иначе потом ваш желудок просто скажет вам до свидания вот поставила я себе сразу же укол сразу намазала себе китоналом спину еще у меня всегда есть наличие таблетки потому что со спиной у меня проблемы уже 10 лет вот периодически у меня обостряется то шеи то в груди то спине сзади теперь дошло до поясницы в общем все ниже и ниже и ниже мы верно идем вот они же уже некуда так скажем вот и стала пить и вот такие таблетки сердолуд их нужно пить на ночь желательно потому что она очень сильно тянет ко сну за рулем сидеть тоже не рекомендуется в общем никаких активных действий не предпринимать на второй день я стою все с той же болью в общем в среду естественно я уже никуда не пошла не гулять с кириллом ни за алисой и не с алисой на танцы я просто не могла вообще никуда идти и больнее всего мне сидеть на самом деле я сейчас сижу но мне не очень приятно вот сегодня уже пятница да вчера в четверг я просыпаюсь той же болью ставлю себе укол но деклофенак это очень сильный укол и он должен действовать а я совершенно не чувствовал никакого облегчения в этом ну то есть совсем я начинаю звонить в нашу поликлинику думаю может быть мне посчастливится я попаду к невропатологу но нет у нас его просто нет у нас в поликлинике нет невропатолога как врача в принципе я действую старым методом когда-то у меня случилась тоже острая боль в спине я позвонила нашу больницу городскую мне в отделение неврологии заведующий она меня приняла ну на платной основе соответственно и в этот раз тоже звоню там уже сменился заведующий была женщина стал мужчина в общем я попадаю на него мне очень посчастливилось и он говорит так хорошо приходите на прием я пришла к нему в общем выписал мне другие уколы деклофенак должен был во первых помочь во вторых его горит два три дня это вообще максимум иначе желудок отвалится ну хорошо я еще пью таблетки для желудка естественно попутно чтобы меня ничего не заболела ставлю себе уколы кстати я сама себе ставлю уколы я садамаза в общем выписал дексалгин вот такие вот ампулы плюс еще мельгаму это витамины здесь тоже 5 ампул 5 дней нужно ставить и мельгаму тоже 5 дней но поставила я сегодня эту колы немножко офигела боль была такая жгучая как будто бы вот мне прижгли кожу утюгом там или не знаю чем в общем очень долго жгло где-то минут 30 наверно не не отпускала ничего приятного мельгаму поставила все меня пугали что это больные вообще ничего не почувствовала ну и также сердолуд буду пить на ночь еще одно средство для лечения спины да это аппликатор кузнецова посмотрите в каком он виде этому аппликатору лет 20 наверно забирала я его у мамы потому что у нее было две штуки на этом аппликаторе еще мой папа лежал когда-то давно в общем он не родной и близкий и вот я теперь на нем 15 минут лежу и знаете я не чувствую даже почти этих иголок в общем вот такая вот беда со мной приключилась спина у меня болит боли да и боль не утихает не знаю сегодня был первый день этих ампул надеюсь что поможет дальше но сегодня я уже планирую с алиса вечером идти на танцы как-нибудь до ковыляя больнее всего мне сидеть вот так вот прямо облокотившись полегче и вот как раз приехала швабра мне в помощь мыть полы потому что я уже теперь не в состоянии я не знаю когда я вообще оклемаюсь и что с этим делать если через пять дней у меня боль не пройдет то нужно идти делать мрт мрт шейного отдела у меня есть грудного есть а поясничного еще нет ну вот не знаю надеюсь не придется мне это делать мне это не хочется уже надоело надоело болеть то ли это последствия коронавируса то ли это еще в общем то ли это весеннее обострение как все нехватка витаминов и так далее хотят принимаю все теперь вот такая история плюс вчера у нас отключили воду у нас течет текла вода до сегодняшнего вечера коричневая посуду не помыть детей не помыть белье не постирать короче у меня сейчас там просто такой хаос гора не мытой посуды вот только я включила посудомойку первую партию хорошо вчера успела алис помыть голову алиса сегодня уже утренник 23 февраля хотя сегодня только 18 но вот сегодня у них был праздник мы вчера помыли с ней голову и потом бац и воды нету холодной но это вообще капец по поводу швабры швабра легкая давайте покажу значит швабра легкая вот мы уже попробовали помыть значит брызгаем и трем она поворотная очень легко она поворачивается везде ну плюс она высокая то есть по росту мне нормально подходит сгибаться совершенно не нужно даже такая коллегка как я может помыть пол в общем брызгаем очень удобно когда вот пятна особенно то есть вы побрызгали тут же помыли если что-то пролили не надо наливать ведро воды в общем хорошо мой мы здесь уже помыли а еще история я забыла вот же он мой родной помимо того что у меня сломалась спина у нас вчера сломался холодильник я утром открываю на завтрак хотел сделать яичницу беру яйца они горячие у нас было вчера в верхнем отделении 24 градуса но беда же не приходит одна вызвали мы мастера слава богу мастер пришел нормальный адекватный я как раз уехала к врачу а он починил холодильник 10000 мы отдали в заменили какие-то датчики тем и так далее вот у нас samsung кому хочу открыть вам секрет вот там на нижней полке вот такой датчик сказали его ни в коем случае ничем не закрывать не банками ничем так у нас полный холодильник сегодня был курьер куриные окорочка говядина индейка кролик сыр и колбасы йогурт и всего полно на выходные мы затарились давайте посмотрим что же у нас происходит за окном а за окном на сегодня лил дождь ветер сыр холодно сказали будет потепление до плюс пяти но знаете такое потепление мне совершенно не нужно потому что из дома мы не выходили из-за дождя кстати голос да у меня слышите как это не нормально в общем сидим дома похода неледная зато вон солнышко выглядывает на ночь глядя снег потихоньку тает о мы с вами застали закат как спать так солнце правильно но давайте сразу же покажу вам покупочки которые мы вчера сделали на вайлберрис вот такой спортивный костюм утепленный классный яркий для алисы вот здесь такой начес капюшончик хб внутри и силиконовые шнурки и штанишки вот такие же фиолетовые померили взяли 2000 он стоил на весну класс жиле . из красной с яркой очень понравилось так у кирюхи нет халата халат не стали брать взяли вот такое полотенце пончо здесь ничего нет ни кнопочек не пуговицы ничего вот с капюшоном на пляже после ванной здравствуйте в общем полотенце классно серенькая о подарок кириллу подарили подарок да я пожалуйста посмотрю сейчас кирюшка цифра два дня кирюха домашний пижаме тоже хоть ну как праздник прошел хорошо ура очень-очень-очень-очень он был короткий да будет гораздо 8 марта поняла алиса принесла подарок папе на 23 февраля сама нарисовала так красиво еще такая поделка папка это кто генерал или кто-то генерал пещеных карьеров сколько звезд а кирюха вчера дел самую аппликацию вырезал квадраты треугольники кружочки видите и подрисовывал в общем занимались мы с ним творчеством ну-ка ой будто так и родился прошло пять минут как алиса пришла из садика и я ей вырвала зуб очередной молочек теперь ждем фею до нетерпением где она там у нас у нас там такой красивый такой красивый закат фея ты где ждем тебя залетай что мы пришли станцев проверяем что принесла фея а что это покажи окно было открыто ну покажи хоть что это кукла о коробку все разорвало а даст мне ладами тут кто мне попадется маша снежка вот дырка сверху смотри ой ты наклей ой кактус привет ему надо лепестки наклеить всем спокойной ночи и до новых встреч ой и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 В прописи буква Ш Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот это разделил по слогам Субтитры сделал DimaTorzok Долго думали и решали, что же маме подарить И решили ей на праздник всю посуду перемыть Очень актуально Я сделала себе укол И полчаса лежала скручившись Какой больной укол Ой, просто не представляете Жгёт так, как будто на меня кипяток вылили И причём это жжение Оно так появляется, пропадает Появляется, пропадает Хочу представить вам Нашу куклу Дашу Куклы испанские Это с натуральными козьими волосами Кто хочет, пишите мне в личку Могу вам переслать Так, сейчас мы будем снимать фотосет для рекламы в инстаграме Одежду всю шьют вручную С комплектом одежды она может продаваться Это у нас пижама, образ первый Алиса у нас будет выступать в качестве модели Её я тоже одела в пижаму Сейчас мы будем её фотографировать с куклой Держи Так, второй образ Алисы у нас в сарафане, в футболке А куклы тоже в сарафане, в маечке В таких балетках И у них одинаковые прически Похоже? У меня ноги повесили Так, следующий образ Спортивный костюм Алисе новый И у куклы тоже свой Худи с капюшоном Следующий образ Нарядное платье У Алисы золотое У куклы С золотым воротником Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»